Мать преемника османского султана Сулеймана Великолепного, Селима Двух, любимая наложница Сулеймана, а затем его законная жена, известная в Европе как Роксолана, урожденная Александра Анастасия Лисовская, родившаяся в украинском городе Рогатине около 1504 года, фюррем султан означала «приносящая радость». Похищение Александра была дочерью рогатинского священника Гаврила Лисовского. Агир Гислен ван Бузбеки, посол Гамбурга, в эпоху Османской империи дал фюррем имя Роксолана, под которым она была известна в Европе. В своих «Турецких записках» он опубликовал в Париже в 1589 году, что фюррем назвали так по имени земли Роксолания, в нынешней Западной Украине, а с конца XVI века принадлежащий Польскому королевству. Рогатин в то время находился в Русинском воеводстве, в 68 километрах к юго-востоку от Львова. До поступления в гарем Сулеймана о жизни Александры ничего не известно. В Крымском ханстве был посол Великого княжества Литовского, Михалон Литвин, который в середине XVI века написал в своей книге «Об обычаях татар, литовцев и московитов, с нашей земли была похищена мать первенца турецкого султана и его любимая жена». Член польского правительства, поэт Самуил Твардовский, между 1621 и 1622 годом писал о его разговорах с турками, в которых они открыли ему, что фюррем – дочь православного рогатинского священника. Существовала и старинная народная песня о красивой девушке из Рогатина, похищенной татарами, которые продали ее в гарем султана Сулеймана. Из Кафы крымские татары передали Александру генуэзским работорговцам. Невольничий рынок в Кафе процветал, торговали людьми, всевозможными товарами, несколько торговых колоний в Крыму была основана Генуей. Девочке было тогда не больше 14 лет. Генуэзские купцы отвезли ее тогда на невольничий рынок в Константинополе, недалеко от Золотого Рога, где ее продали османским элитным правителям. Александра была определена в гарем Сулеймана в подарок при его восшествии на престол. Сначала в гареме ей дали османское имя, которое сегодня неизвестно и которое Сулейман поменял на фюррем. В гареме Внимание султана ей удалось привлечь сразу, что вызвало жгучую ревность со стороны соперниц. Первая фаворитка Сулеймана, Махидевран, жестоко избила фюррем, что было описано в 1553 году венецианским послом Бернардо Навагера. Махидевран расцарапала ей лицо, вырвала волосы и разорвала одежду. Но через некоторое время султан вызвал фюррем в свою спальню. Однако, она отказалась предстать перед ним в таком виде, за что немедленно была вызвана к султану для дачи объяснений. Сулейман пригласил Махидевран и спросил ее, действительно ли она избила фюррем. Та запричитала, что она была первой любимицей султана, что хотела, чтобы ей подчинялись другие наложницы и что она еще мало наподдала фюррем, следовало бы еще больше изуродовать ее. Спасло фюррем-то, что в 1521 году она родила султану мальчика, Мехмеда. Дело в том, что до этого умерли трое из четырех сыновей Сулеймана, и единственным наследником остался шестилетний Мустафа, сын Махидевран. В следующем году фюррем родила дочь Мехримах, которая впоследствии осталась единственной выжившей ее и Сулеймана дочерью. Затем родился Абдулла, проживший всего три года, в 1524 году родился Селим, а годом позже Боизид. Последним сыном фюррем стал Джихангир, родившийся в 1531 году. В это время фюррем получила титул Хасеки Султан, означающий вторую женскую фигуру в гареме после матери султана. В 1532 году сын Махидевран был назначен губернатором в провинцию Маниса, и она покинула гарем, чтобы последовать за ним. В 1534 году умерла мать Сулеймана, Хафса Султан, и фюррем осталась единственной женщиной-членом династии, получив максимальную власть в гареме. Вскоре Сулейман и вовсе женился на ней, нарушив традицию. В марте 1536 года был убит Ибрагим Паша, великий визирь, османский сановник, назначенный Сулейманом, а его имущество было конфисковано. По некоторым данным, фюррем не нравилось его влияние на султана, и Ибрагим стал ее жертвой. Не удовлетворяла ее и его поддержка престола наследия сына Махидевран, Шахзади Мустафы. После этого фюррем осталась единственным близким Сулейману человеком, и ее власть еще больше возросла. Проводя большую часть времени в военных походах, Сулейман возложил на фюррем обязанность предоставлять ему информацию о том, что происходит во дворце. Сохранились письма, которые султан писал фюррем, в них отражено великое чувство любви, которое он испытывал к своей великой хосеке, своему главному политическому советнику. Так как фюррем в первые годы своей жизни в гареме еще недостаточно хорошо знала язык, можно предположить, что ее письма Сулейману были написаны придворным писцом. Венецианский посол Петра Брагади написал такой эпизод. Санджак Бей преподнес в подарок двух русских наложниц султану и его матери мать Сулеймана сначала подарила свою рабыню сыну, но фюррем пришла в такую ярость, что она извинилась перед ней и забрала девушку обратно. Однако, и Сулейман отдал свою наложницу в жены другому Санджак Бею, чтобы не видеть с фюррем несчастной. О большом влиянии на султана его жены говорит Ита, что она добилась закрытия невольничьих рынков. Фюррем прекрасно вышивала, ее работы, подаренные шахом и послам, сохранились по сей день. Все сыновья фюррем умерли, двое из них от Оспы, Мехмед и Абдулла, выжил только Селим. Мустафа был казнен отцом. По легенде, вокруг него плела интриги именно фюррем, которая и стала причиной его смерти, ей удалось убедить султана, что сын хочет свергнуть его. Причем, письма Мустафы, адресованные Сафаве Шаху, доказывают, что он на самом деле строил заговор против отца. Подлила масла в огонь-то, что австрийский посол, прибывший с визитом ко двору Сулеймана, посетил сначала Мустафу, а потом объявил всему двору, что шахзади Мустафа мог бы стать отличным султаном. Когда это дошло до ушей Сулеймана, он приказал задушить сына. Его казнили в 1553 году. Джихангир, как говорили при дворе, умер из-за ностальгии по брату, которому был очень привязан, хотя документальных доказательств этой версии нет, так как он страдал гиперкифозом и принимал много опиума. Боязид пытался убить своего брата Селима, но неудачно, после чего укрылся в Персии с 12 тысяч своих людей. Его объявили предателем Османской империи, так как в тот период против Персии шла война. Сулейман достиг соглашения с персидским шахом Тахмас по май убить людей сына за 4 тысячи золотых монет, а самого Боязида выдать Османской империи. Боязида казнили 25 сентября 1561 года, вместе с ним и его пятерых сыновей, у него остались еще четыре дочери. Нехримах вышла замуж за великого визиря Рустем Паши и стала самой могущественной принцессой в Османской империи. У нее было двое детей, Айшеф и Машах Султан и Султанзады Осман Бей. 18 апреля 1558 года в Константинополе умерла фюррем, страдавшая в последние годы слабым здоровьем. Султан приказал сжечь во дворце все музыкальные инструменты, чтобы не нарушать покой жены. Сулейман не отходил от постели жены до последнего дня, а после ее смерти он написал множество прощальных посвящений ей, полных любви, которые сохранились и сегодня. Фюррем похоронили в красочном мавзолее, примыкающем к мавзолею Сулеймана в Султанской мечети в Константинополе. Он пережил жену на шесть лет. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!